Олимпийский патруль 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 Жамиль, недавно в Ульянске прошли два первенства Приворского федерального округа По вольной борьбе и по дзюдо Не считаете ли вы представителей этих видов спорта своими конкурентами? Ну как мы можем их считать конкурентами? Мы считаем их друзьями, потому как летники с удовольствием приходят кататься в Винскую рощу на лыжах и на зарю Мы приходим на их мероприятия посмотреть А потом, видите, многие спортсмены, наши дети проводят в лагерях совместные сборы И с удовольствием подтягиваются, отжимаются То есть показывают УФП подготовка, которая нужна и борцам, и тем, кто занимается циклическим видом спорта Три золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды Завывали ульяновские борцы в Вольнике на домашнем первенстве Приворского федерального округа Этот турнир проходит в нашем регионе уже почти 20 лет Ожидали большего, потому что у нас мы рассчитывали на первое место и, естественно, путевку на финал спартакиады школьников в лице Рима Афанасьевой Афанасьева была фаворитом в своей весовой категории до 46 килограммов Ведь она входит в состав сборной России Однако, уверенно добравшись до финала, уступила и довольствовалась только серебряной наградой А вот Альнас Идрисов, воспитанник ульяновского тренера Алексея Борисова, этот турнир провел очень уверенно Все свои схватки в весовой категории до 75 килограммов, в том числе и финальную, он выиграл досрочно Несмотря на то, что не было соперников на этом турнире сложно Я вынес из этого то, что нельзя достраиваться, очень плохо, недооценивать соперников И нужно всегда быть в томности Кроме Идрисова, победителями соревнований в составе сборной Ульяновской области стали Кирилл Бурмистров и Глеб Чернов Руку перетянуть надо, ничего страшного, 30 секунд Работы лежа, давай, хорошо, лучше А это очередная схватка в рамках первенства Привожского федерального округа по дзюдо Которое также прошло в Ульяновске и установило рекорд Более 500 спортсменов вышли на татами, чтобы побороться за наградой соревнований И путевки на финал первенства России, который пройдет в Новороссийске Сейчас дзюдо прогрессирует, и на самом деле, вот уже в этом возрасте Ребята показывают такую технику, уже прям серьезную технику Одну из путевок на финал первенства страны завевал воспитанник Радищевской спортшколы Данила Мельников У него бронзовая награда в весовой категории до 66 килограммов Тренер, конечно, похвалил, но я недоволен Я мог войти в финал Мне кажется, что не хватило именно физической и профессиональной борьбы Мало опыта, можно сказать А вот Диане Алимовой хватило и сил, и опыта, чтобы выиграть состязание весовой категории свыше 63 килограммов Самым тяжелым, по собственному признанию, получился полуфинал, в котором пришлось бороться дополнительное время Решающий поединок обошелся без овертайма Помогла мне сила воли, близких, родных, ну и поддержка тренера, который за меня все время воюет Кроме того, серебряную награду первенства ПФО в копилку сборной области принес Александр Кулагин, а бронзовую Полина Меркулова В командном первенстве победили юноши Пензы и девушки Башкирии Жамиль, Ульяновский бенатлон славится большими успехами Тот же Назим Мухитов – это чемпион мира А вот нынешнее поколение биатлонистов способно повторить его успехи? Да, конечно, у нас очень хорошо вид спорта развивается, потому что у нас есть такой, как Шоппин Юрий А из молодых я могу сказать, что у нас есть Панкратов Михаил, который является членом сборной России По итогам 20-21 года включен сборный состав У нас есть Абдуль Найдар, как я говорил раньше, который стал трехкратным победителем спорта геада учащихся Это та самая молодежь, которая очень сильно развивает и показывает развитие нашего биатлона Ульяновской области А вот ульянские кикбоксеры уже воспитали своего чемпиона мира Сергея Жукова И недавно он провел мастер-класс для юных спортсменов По сложному списке ульяновца Сергея Жукова Золото чемпионатов мира по кикбоксингу, победы на престижных боксерских стартах А еще он старший тренер сборной России по кикбоксингу в разделе «Лайтконтакт» Но мастер-класс одновременно для полутора сотен юных спортсменов в его карьере впервые Молодые тренера перспективные, многие мои ученики обратились со словами Сергей Геевич, давайте проведите, покажите нам, покажите нашим воспитанникам Я нисколько отказать Я наконец-то открылся для остальных клубов, не только для своего, но и для ближайших Хорошая энергетика, положительная, дети, спорт, это самое главное Показать элементы поединка, разобрать типичные ошибки и даже сесть на шпагат без проблем Жуков в прекрасной спортивной форме, хоть сейчас снова в ринг Чтобы стать таким, как Сергей Жуков, надо много тренироваться, не сдаваться никогда Прислушиваться к тренерам, быть уверенным в себе, это самое главное А подтверждение его славной спортивной карьере в кубках и медалях, которые он завоевал на всероссийской и международной арене Самое главное, это ваша концентрация и ваше желание стать лучшими 150 воспитанников, десятка ульянских клубов по кикбоксингу пришли на мастер-класс Каждый из них, раскрыв рот, слушает прославленного бойца Тут же молодые тренеры следят за каждым словом мастера Ну, здесь им это очень приятно узнать и мне тоже вспомнить, как бы что-то забывать со временем Вот я сейчас смотрю и вооружаюсь новыми знаниями Около двух часов продлился мастер-класс Сергея Жукова В региональном Минспорта говорят, что подобные мероприятия – неотъемлемая часть пропаганды здорового образа жизни А также популяризация всех видов спорта, а не только кикбоксинга Эти мастер-классы мы рекомендуем проводить и олимпийским, например, боксу Потому что бокс и кикбоксинг – это родные виды спорта Спортсмены выступают и в том виде спорта, и в этом виде спорта Поэтому мы призываем всех максимально проводить мастер-классы Призывать сюда юношей, детей и пропагандировать здоровую жизнь При этом не только пропаганда, но и сугубо практическая цель у мастер-класса Жукова Ведь большинство участников мероприятий в скором времени боксировать в первенстве Перевожского федерального округа А значит, советы большого мастера можно будет применить и на практике Жамиль, давайте все-таки вернемся к зиме Вы руководитель Ассоциации зимних видов спорта Что это за организация и каковы ее функции и предназначения? Ну, это общественная организация, значит, в свое время в нее вошли все зимние виды спорта То есть, по аналогии того, что у нас Олимпиады же есть летние и есть зимние Она дает возможность, то есть, объединивши все зимние виды спорта, решать свои задачи, проблемы, которые есть То есть, мы раз в Вартал собираемся, обсуждаем Как правило, ну, понятно, что об успехах все знают А мы стараемся показать те проблемы, которые у нас существуют И стараемся их с этими проблемами обратиться и в министерство свое, которое нам всегда помогает И в правительство, которое они решаются Жамиль, вы сказали, что ваша ассоциация занимается решением проблем в развитии спорта Как развивается биатлон в районах нашего региона? Ну, мы идем поступательно движение, биатлон у нас развивается хорошо У нас здесь такие, как, ну, они уже исторически сложны Это Барыш, Димитровград Хотелось сказать, что мы обхватили больше Но здесь нужно взаимодействовать с министерством просвещения Мы совместно со своей стороны, то есть, для этого была создана ассоциация Могли бы поставлять туда пневматическое оружие какое-то, которое на сегодняшний день не требует никаких лицензий А министерство просвещения со своей стороны представляло для этого спортзала, там, трасса или что-то Закупался бы какой-то совместный инвентарь И мы бы давали тренерский состав туда, тот, который мог бы научить Вот это взаимодействие дало бы очень хороший толчок к развитию не только биатлона, но и лыжных видов спорта Ну, а наш следующий сюжет о том, как в Радищевском районе побывал проект «Олимпийский патроль» Ему уже давно за 70, а он до сих пор возится с мальчишками и девчонками Учит их нюансам дзюдо В родном Радищева тренер местной детской спортивной школы Александр Гусев – легенда Ведь в далеком 95-м его воспитанник Николай Ажогин стал чемпионом мира Да ну какая легенда, я простой мужик деревенский Какая легенда? Нет, я просто, еще у меня желание, чтобы пацаны все были здоровы Около 70 юных спортсменов ежедневно приходят в Гусеву в маленький, но уютный зал дзюдо Для Радищева это большая аудитория Не случайно дзюдо, наряду с плаванием и боксом, местные спортивные общественники включили в число базовых видов спорта Потому что у нас есть на данный момент штатные тренеры по данным видам спорта И уже в течение четырех лет они, в самом малом четыре года спорта, это бокс развивается в районе Чтобы дать новый импульс развитию базовых видов спорта, в Радищева и побывал проект регионального Олимпийского совета «Олимпийский патруль» В его рамках состоялся мастер-класс известного ульяновского боксера Артема Грунчева Заманить детей в спортивный зал – вот главная задача таких встреч, говорит сам Грунчев, который последние несколько лет работает детским тренером Интересно с ними, они смотрят, как говорится, в глаза и пытаются уловить каждое движение, что им интересно По традиции Олимпийского патруля спортивные общественники выбрали состав своего районного Олимпийского совета А руководство муниципального образования подписало соглашение о сотрудничестве с Минспорта В рамках которого одни обязуются подготовить специалистов по физкультуре, а другие предоставить им работу после обучения А флаг Олимпийского совета в Ульяновской области тем временем отправился в Новоспасский район, где в следующий раз высадится акция «Олимпийский патруль» Ну что ж, на этом время нашей программы подошло к концу Сегодня с нами в гостях был реально небезразличный к проблемам спорта Жамиль Галеев А с вами был Реальный спорт Ульяновск Встретимся через неделю До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин